Знакомство со спасательной техникой и катание на снегоходах. Все это экскурсия для ребят из детского дома номер один на станцию спасателей. Однако главная цель встречи все-таки практическая. Напомнить детям о правилах поведения на льду. Расскажет об этом Александра Шер. Одна, достаем вторую. Возвращаемся к тому месту, откуда мы пришли. Почему? Потому что с этой стороны лед уже опробован. А вот насколько он прочен с другого края полыньи неизвестно. Все эти правила спасатель демонстрирует на практике в специальном термокостюме. В таком можно находиться в ледяной воде довольно долго. Обычный человек выдержит лишь несколько минут. Поэтому опасные участки, промоины на реке нужно обходить стороной. А если кто-то рядом провалился, грамотно просчитать свои действия. В такой ситуации дети надо звать взрослых на помощь. Привлечь внимание, что там человек на реке тонет. А дальше уже действия взрослых будут. Простые, но такие нужные правила детям знать необходимо. Прошлой зимой в Вологде погиб подросток. И чтобы такие случаи не повторялись, учебные заведения, Центр ГИМС сотрудничают в плотном режиме. Экскурсию для 40 мальчишек и девчонок из детского дома номер один стараются сделать не только полезной, но и интересной. Захотелось сделать для детей немного больше, чем просто прочитать лекции. Мы провели детям экскурсию, показали наши служебные катера, нашу служебную технику, машины, снегоходы, гидроциклы. Судно на воздушной подушке и снегоходы многие из ребят увидели впервые. А уж о возможности прокатиться на них и не мечтали. Зато теперь эмоций и впечатлений хоть отбавляй. Мне вообще здесь все понравилось. Я бы тоже хотела стать спасателем. Знакомство с профессией – это еще один плюс таких экскурсий. Профориентационной работе в Вологодских детских домах уделяется большое внимание. Мы очень дружны. У нас есть попечительский совет. Мы бываем и в МЧС, и в ФСБ, и в разных дошкольных, учебных и других профессиональных учреждениях. Мужскому полу, конечно, это очень пригодится. Такие занятия и встречи с вологодскими школьниками специалисты будут продолжать. Специальная программа в Вологде уже разработана. Александра Шер, Максим Тышковец, Вологда. Портал.